Здравствуйте, коллеги. Представлюсь, я являюсь на текущий момент согласно 429 приказу Медздрава Российской Федерации 19.06 заместителем председателя рабочей группы по созданию вертикально интегрированных систем. В части начинаем как раз такие работы в части онкологии. О чем бы я хотела сказать коротко. На самом деле то, что перед вами сейчас стоит огромная работа и какие цифры у вас сейчас в голове, я понимаю, вы должны собирать. Мы должны перейти в цифровое поле, цифровая трансформация – неизбежность. Это даже вообще уже не обсуждается и признано то, что сейчас свершившийся факт. На текущий момент времени я говорю о том, что рабочая группа в достаточно очень представительном составе, куда вошли и все уважаемые медцы, национально-медицинские исследовательские центры, все профильные, и город Москва, и СНИОИС уважаемый, и у нас много регионов, и эксперты. Сейчас работают над тем, чтобы создался цифровой контур в рамках как раз-таки двух федеральных проектов. Это развитие сети НМИДС, это электронный цифровой контур, который вас тоже захватывает, потому что субъекты сейчас получают финансирование напрямую для завершения базовой информатизации всех медицинских учреждений, и касаясь онкологии в частности. Так вот, о чем хотел сказать. Мы создаем сейчас единый цифровой контур, это не единый продукт, цифровой контур. То есть вертикальная интегрированность системы именно так названа, чтобы она призвана будет объединять лучшие практики, которые есть, лучшие продукты, и давать возможность, вот здесь как раз написано, прозрачность всех процессов диагностики лечения реабилитации пациента. То есть пациент вошел в систему, и он должен находиться до момента либо излечения, либо оказания оперативной помощи. Обеспечить как раз таки маршрутизацию, то, о чем как раз таки говорилось, что маршрутизация должна осуществляться не понимая руки, телефон и так далее, а система должна помогать на этапе врачам любого уровня отправлять на следующий этап согласно тому порядку, который у вас принят в субъекте или федеральному. Вести непрерывный мониторинг вообще состояния того, что есть, кадры, какие, вот о чем мы говорили. Вы заполняете много до этого абсолютно форм, которые есть в Едином государственном системе здравоохранения. Сейчас я остановлюсь. Ресурсы, оснащенности. Дальше. Система должна позволить обеспечить в клиническую практику применение всех рекомендованных клинических реабилитаций, схем лечения, протоколов лечения. Расскажу как. И, естественно, алгоритмы использовать для поддержки принятия решения. Это следующий этап. Я понимаю, что это кажется космосом, но некоторые элементы, например, подсказка врачам и так далее, начинаем с элементарных вещей, потом дальнейший анализ. Что из себя будет представлять? Ну, пропустим. Здесь понятно, надобность все понимают этого. Выстраиваются уровни курации тоже в связи с тем, что у меня времени не очень много. Я покажу более детально функции системы. Выстраиваются уровни курации. То есть на каждом уровне от центра как раз таки амбулаторной онкологической помощи и первичного звена до Министерства федерального все будет провязано и в определенных ролевых моделях видно. То есть каждый из уровней будет заниматься своей работой. И информация будет курсировать между этим и уровнем благодаря этой системе. То есть не нужно будет как раз таки многие вещи, бумаги и передачи всевозможной информации. Конечно, для принятия решения окончательно бесповоротного, например, там как врачебной комиссии, только там пока еще не вступил в силу, вы знаете сейчас, проект приказа Минздрава об электронном документообороте, о котором мы, кстати, ждали, очень долго все ждали. Я думаю, что это будет достаточно серьезный прорыв, что первые электронные документы, ну, может быть, в конце этого года уже будет принято все это, начнут консервировать в электронном виде. Покажу вам, как это выглядит внутри того, что сейчас создается и делается. Если вы знаете, у нас единая государственная информационная система здравоохранения существует, можно ее критиковать, она хороша или плоха, но там есть основные элементы, которые будут базовыми, никуда они не денутся. Это федеральный регистр медицинских работников, медицинских организаций, это нормативная справочная информация, электронная медицинская карта в части документов, которые там собираются храняться. Но для клинической работы этого недостаточно, мы все понимаем, и клиницисты, с кем мы работаем, однозначно с нами прорабатывают вопрос хождения сведений, необходимых по пациенту. То есть вся информация, которая будет возникать в ваших медицинских информационных системах, региональных сегментах, она будет автоматически появляться в этой системе. То есть мы должны перейти от уровня фиксации событий в регистре к уровню ведения информации согласно процессу онлайн. Я понимаю, это непросто, но мы понимаем, на что мы подписались, потому что уже первые хорошие опыты есть. Расскажу коротко, какие системы внутри будут, и мы на них немножко остановимся, чтобы вы понимали вообще, какой уровень проработки детальности будет там. Мониторинг пациентов. Вы сейчас только слышали мониторинг пациентов. Это когда раньше говорилось, мониторинг – это сдаем цифры, суммируем, делаем. Нет, мониторинг именно в том понимании, что в онлайне ведется процесс контроля состояния переходов пациента по каждому из этапов оказания лечебной или диагностической помощи. Дальше. У нас есть такой, ну, прям даже, наверное, перейду, наверное, все-таки в описание, чтобы было проще, виднее. Это пропустим. Вот здесь. Мониторинг пациентов. Что это такое? То есть информационное взаимодействие обеспечиваем. Самое интересное, что у нас в связи с тем, что мы говорили о необходимости отклонений, постоянных контролей, что происходит с пациентом, нет так. Это будет автоматизированным путем сделано на основании оцифрованных клинических рекомендаций и протоколов, схем лечения. Я понимаю, здесь есть некий скепсис, но врач всегда прав, и он может изменять эти схемы. Это будет видно, это будет нормально абсолютно. Но видеть, что, в какой момент кто-то изменил или сделал решение, а потом для этого принимать решение об изменении в целом, в принципе, это будет профессиональное сообщество, которое будет там работать. Для того, чтобы... Вот выглядит, в принципе, таймлайн и вообще пациентское, по сути дела, введение пациентов будет достаточно понятно, в хорошем интерфейсе. Я понимаю, что у вас свои региональные системы есть, но доступ необходимый по ролям будет и в эту систему, которая агрегированно собирает информацию. Но ваши регионы, согласно... Я потом план покажу, должны будут изменить подходы и внутри своих информационных систем. Методические требования по изменению своих систем будут выпущены согласно контрольной точке, и ЦНИОИ за это отвечает, 30.09.2019 года. Для того, чтобы субъекты... Но это будут дальние требования. Вчера у нас вышли и размещены на портале Минздрава требования к медицинским информационным системам, наконец принятые и региональным системам. Сейчас будут детализироваться в части онкологии. Для того, чтобы это все случилось и могло быть автоматизировано, мы проводим большую работу по формализации и переводу в цифровой как раз-таки вид всех документов, касающихся клинической части. То есть это... Ну, мы начали сейчас с диагноза C50. Естественно, с рака молочной жилы, которая проще проработана и лучше всего. Делается инструмент уникальный. Вот я вам могу показать его. Сейчас нажмется. Вот такой инструмент внутри системы, которым как раз эти эксперты, не программисты, будут заниматься тем, что будут простраивать нормативно-правовые акты, те же порядки, как должен двигаться пациент, маршруты пациента, где будет видно абсолютно, в каком виде находится какая клиническая рекомендация, какое из ассоциаций или профессиональных сообществ ее готовит, и в какой статусе оно находится. Для чего это делается? Для того, чтобы контроли, которые вы сейчас делаете руками, у вас садятся много, большое количество экспертов, проводилось в более понятном цифровом виде. Назад. Паспорт службы. Это основа основ, в принципе, на чем базируется этот термин, сейчас у нас, думаю, устоится, потому что, в принципе, паспорт службы – это то, что вы собираете информацию, передаете в разные источники, из всех агрегированных источников выдается единая база. По сути дела, вы сейчас кто-то в Excel, кто-то в программных продуктах, кто, как может, субъекты делает. Но это будет собран паспорт службы, где вы можете видеть всю свою кадровую, всю свою техническую оснащенность. Но учтите, все, что внесли ФРМР, ФРМО, то и контролируется. Если там все расползается с реальной действительностью, то, естественно, вам придется первично привести в порядок эти ресурсы, которые были. Ну и плюс там есть еще дополнительные расширения по профильным вещам, которые еще не регламентированы, нормативами не отрегулированы. Очень удобно, потому что тут еще одна будет вещь – сравнение в онлайне, о чем как раз и говорили, отклонений от требований того же самого порядка, 915Н, что должно быть, сколько должно быть, в каком виде, и это будет видно достаточно быстро для контроля. Мониторинг службы – это оперативные элементы, о чем вот как раз-таки большая часть, из которых будет доступна ИЦНИОИЗУ в том числе, и другим, как раз курирующим вас организациям и органам, для того, чтобы можно было, не запрашивая у вас информацию эту получать. Траекторию деятельности врача хочу коротко остановить. В связи с тем, что туда будут подниматься в систему все клинические случаи в определенном виде, мы в любом момент времени договорились о том, что начинается большая такая работа, у нас в рабочей группе есть эксперты, о том, чтобы подготавливать, переходить на индивидуальную подготовку планов, по сути дела, обучения дальнейшего, переподготовки и так далее специалистов. Для того, чтобы каждый врач, в зависимости от его профилизации и тех манипуляций, лечебных процедур и так далее, по нему можно было готовить как раз-таки необходимые для него как раз-таки маршрут дальнейшее обучение. Но это, я так понимаю, что у нас наступит только в 2021 году, поэтому можете сильно пока не пугаться, но процесс будет. И самое важное это то, что выезжающие у вас сейчас контролирующие национальные медицинские и следственные центры, они действительно сейчас ездят по стране, у них появится инструмент для того, чтобы выезжать к вам, не собирая опять с вас информацию, а так называемую систему, мы назвали аудит, к сожалению, нельзя называть, потому что это лицензируемый вид деятельности, контрольные мероприятия, с которыми можно на основе рискоориентированной модели, прописанной, будет контролировать, выезжать субъекты и уже непосредственно с вами общаться на местах, имея первичные данные, которые им необходимы для этого, ну и фиксировать все необходимые отклонения, рекомендации и прочее. На чем бы еще хотелось коротко остановиться, научная деятельность, это как финал этой большой работы, на самом деле все, что будет собрано в большом, это по-нашему называется в сленге «бигдата», должно быть доступно профессиональным сообществам, к этому и стремимся. В депрессионализированном виде, естественно, мы 152 ФЗ обязательно соблюдаем, но клинические школы, вот у нас несколько уже обратилось, которые желают получать потом информацию для анализа, выработки и методов исследований, пожалуйста, они будут доступны. Но там процесс будет, естественно, в допусках этим данным отрегулирован. Коротко скажу, что амортизация пациента будет видна вся в системе, и система на каждом из этапов, вот мы демонстрировали наш прототип, расскажу, что будет дальше двигаться, будет виден пациент, где он на каком этапе находится, куда двигается. Итак, коротко подытожу, потому что время, в принципе, достаточно коротко, что создаем цифровую платформу, это не значит, что создаем один продукт. Мы объединим все, все, что существующее, очень качественно сделано, используемо в единую платформу, мы дадим правила, единые подходы, но работать вы можете и в своих точечных продуктах, учитывая того, что произведены будут обновления. Это позволит, в принципе, сделать достаточно широкий шаг, что же мы делаем на текущий момент времени. Вот коротко. Мы стартовали в декабре, 27 декабря прошлого года, когда было принято решение о необходимости этих вещей. Дальше были внесены изменения в положение о национальных медицинских и следственных центрах, о том, что они обязаны иметь системы центральные, которые будут контролировать, помогать вести пациентов, сделать как раз-таки единое пространство, чтобы пациент, приезжая в любой субъект, в любую точку страны, имел за собой всю историю и выходя на первичное звено, его тоже можно было видеть. Дальше утверждение концепции. Сейчас идет процесс ее утверждения. То есть согласование произошло. Вот сейчас создана, я сказала, 19 числа создана комиссия и рабочая группа, которая и будет, вот комиссия будет утверждать эту концепцию. Мы разработали технические требования, и по ним мы уже показали прототип. Вот здесь внизу посмотрите, 18 числа продемонстрирован. Дальше у нас идет подготовка пилотной зоны. У нас выбрано три национальных медицинских и следственных центра. Ну, мы понимаем, кто наверняка. То есть это и Блохина, это и Радиология, это и как раз-таки имени Петрова. Четыре субъекта. Сейчас решается четвертый субъект по Северо-Западу, а так-то могу сказать, те, которые были три, потому что попросили, чтобы четвертый включили для полной чистоты эксперимента. Это Томская область, это Тульская область, и это и Свердловская область. После проведения пилотирования этих субъектах, они должны завершиться в августе месяце, будет принято решение о том, что в сентябре уже, как раз я доложил о том, что в том виде, в котором есть первые элементы системы, начали функционировать и будет принятие о тиражировании и дальнейшее подключение субъектов. То есть приказ должен быть выйти о внедрении системы в конце этого года. Это коротко. Вся большая работа, которая должна быть сделана. Спасибо большое. На вопросы готова, потом тоже буду ответить. Спасибо большое, Инна Викторовна. Погодите, не уходите. У меня один небольшой вопрос к вам. Я думаю, что я выражу общее мнение аудитории. Скажите, пожалуйста, вот если в субъектах онкологическая служба внедряет информационные технологии, электронную карту больного, цифровой контур, они должны согласовывать это с вами и с концепцией ВИМИС? Скажите, пожалуйста. Да, конечно. В принципе, смотрите, вы можете сейчас создавать все, что вам достаточно хочется и понимания, но когда выйдут требования, вы понимаете, что это сентябрь месяца, застался очень короткий срок, уже на текущий момент времени все свои концепции и, в принципе, движение уже нужно согласовывать будет при создании это вертикально интегрирование для того, чтобы потом безболезненно, без больших затрат влиться в эту структуру. То есть это не значит, что вы все выбросите. Нет. Вы должны просто красиво проработанно влиться и минимальные затраты понести на этом. Да. Скажите, Инна Викторовна, это нужно направлять вам или в адрес Департамента информационной технологии Минздрава как лучше? Вы знаете, хороший вопрос. Спасибо, что у нас приказ вышел. Я так понимаю, что на следующей неделе мы разошлем по субъектам через Департамент информационной технологии разъяснение, как согласовывать и каким образом делать. Конечно, это правильнее делать на как раз-таки департамент или даже лучше на Елену Львовну Бойко, которая сейчас непосредственно замминистра, которая контролирует этот процесс и отвечает за это направление. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.